Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством нашей питерской актрисы Ольги Кирсановой Миропольской. Она родилась, выросла в Ленинграде. Она никогда не издавалась, не печаталась, но всю жизнь писала и пишет на радость всем своим поклонникам. Это маленькие рассказики. Они очень личностные, в них невыдуманные герои, наверное, поэтому они попадают в самое сердце. Сегодня я прочитаю вам один из этих рассказиков. Называется «Галя и Гелия». Галя и Гелия. Они были похожи. Оба сероглазые, светловолосые, высоколобые, упрямы, как молодые бычки, неразлучные. Жили в одном селе на соседних улицах, учились в одном классе, мечтали о будущем. Вот и выпускной позади. Гелия выучился на тракториста. Галя окончила фельдшерская. Хотелось учиться дальше, но 22 июня. Они сразу пошли в военкомат. Куда живут Таротики? Я танкисты, трактор умею. Она в санитарке, знает работу. Это была не просьба, просто факт. Курсы, назначения, разлука. Писали друг другу письма. Были ранены. Гелия контужены. Прошли войну до конца и встретились в Праге. Больше не разлучались. Каждое 9 мая они доставали из шкафа свои пиджаки с наградами, надевали и, взявшись под руку, шли по родному селу. Вечером поминали товарищей. Дети выросли, внуки подросли. Однажды зимой Гелия не проснулся. Тихо ушли. Хоронили с почестями всем селом. 9 мая. Галя достала оба пиджака. Повесила оба на дверцу шкафа. И никуда не пошла. Она сидела и рассказывала своему Гелию, как я одинока без него. И что она не может пойти на улицу, праздновать. Пиджак от чего-то стал. очень тяжелым, что она его любит и помнит каждый день их жизни. Она благодарила его за верность, детей и победу. Сын так вечером и нашел ее, сидящий на стуле, обнимающий пиджаки. Папа ездил хоронить свою тетку на Украину. Редактор субтитров, myślę, очень мажор. Субтитры попалю и том, что работа. Субтитры попалhi. Баги. Продолжение следует...